Здравствуйте, друзья! С вами Яна Кунавина и программа «Чтоб я так жил». Сегодня у нас очередная история любви к отдельно взятой породе собак. И наши главные герои – Юлия и Юджи. Пик популярности породы ротвеллеров в России пришлось на 90-е годы. Тогда и появился у меня первый ротвеллер. Я фанат этой породы, я не представляю себе жизни без ротвеллеров. Вот уже третий десяток я живу с ротвеллерами, но я просто не смогу без этой собаки. На мой взгляд, как раз в 90-е годы сыграли дурную славу с ротвеллерами, потому что считалось, что это любимые собаки малиновых пиджаков. И собаки сильные, мощные, агрессивные. Щенки, они не рождаются агрессивными. Агрессия не учится у человека. Для меня это в первую очередь надежный и верный друг. Бесстрашный, но очень добрый товарищ. На самом деле, на улице ротвеллер – это ваш охранник и телохранитель. Она никогда не даст в обиду своего хозяина. Они охраняют свою территорию, даже если их этому не учить. А дома – это большая, добрая, очень ласковая 45-50-килограммовая кошка. Для вас и для ваших друзей, которые никогда не проявят агрессию, если у нее устойчивая психика. Поэтому очень обидно, когда люди считают ротвеллеров злобными и неадекватными. Я хочу, чтобы люди поняли, что это не бойцовая порода, что это порода служебная, что они не агрессивные. При правильном воспитании, при правильной дрессировке – это очень спокойный, адекватный пес. С очень высоким интеллектом, который служит людям в полиции, в армии. Главное – приобретать щенков и томников у профессиональных заводчиков. Ротвеллера в городе сейчас очень мало. На улице очень редко встретишь ротвеллера хорошего. Вот на самом деле Юджи – очень уравновешенный ротвеллер, настоящий представитель этой породы. Что вы больше всего цените в характере своей собаки? Ум, интеллект. Собака действительно понимает очень много слов, и с ней можно разговаривать. Вы любите поговорить с девчонкой? Да, мы очень любим поговорить. Она чувствует меня, она знает, когда я прихожу с работы грустно. Она подойдет, обнимет, положит голову на колени. И вот вообще вы с Юджи ходите в намордники, я так понимаю, это только ради наших съемок вы себе так позволили снять намордник. Собаку надо приучать с щенячьего возраста к наморднику. Есть закон, который регламентирует ходить в общественных местах собаки на коротком поводке и в наморднике. Естественно, мы ходим в намордники. Ну, есть мамы молодые, которые идут с детьми, и ребенок спрашивает, а почему собачка в наморднике? А мама отвечает, а потому что она злая и кусается, поэтому ей мордочку закрыли. И вот это не всегда правильно. Просто есть правила, их соблюдают. Говорят, что ротвейлеры очень чувствительны к настроениям, к микроклимату в семье. Да, это действительно так. Собака сама по себе, она спокойная. Если семья, где частые ссоры, где разговаривают на повышенных тонах, ротвейлеру будут очень некомфортны в этой семье. Возможно, он вырастет сам по себе немножко агрессивным, да, и с психикой снеустойчивым. Нужно выбирать всегда собаку под свой характер, под свой темперамент. Мы очень гармонично существуем вместе. Какого происхождения ваша йоджи? Это полностью импортная девочка. Маму привезли из Франции, а папа живет сейчас в Италии. Может быть, поэтому щенок не похож на предыдущих моих щенков. Что первая собака, что вторая, это были хорошие, приличные девочки, вообще ни о чем в возрасте. И вот же, когда я привезла, было впечатление, что привезла не щенка, а волчонка из леса, который просто бегал по квартире с открытой пастью и кусал, и грыз. Все, она не любила гладиться, она не сидела на руках. Она могла залезть там в три часа ночи ко мне на кровать. Мама, вставай, мне скучно, давай поиграем. Ну и терпение, любви, ласки, заботе вырастает в любом случае ласковая собака, которая тебя любит, которая боится тебя обидеть лишний раз. Ротвейлер – собака не для каждого. То есть они вообще любят доминировать и должны четко знать, кто в доме хозяин. Удобно ли содержать их в городских условиях? Удобно, если у вас позволяет площадь квартиры. И если у вас все-таки есть время гулять с собакой, достаточное количество времени. То есть собаке нужны физические нагрузки, она должна бегать. Ну, лично я всегда на лето вывожу свою собаку на дачу. Кстати, ротвейлеры очень любят плавать. Может, три часа подряд без остановки плавать. То есть развивается вся группа мышц хорошо. Вот Юджи у нас типаж классического красивого породистого ротвейлера. Вам говорят, что ваша собака красива? Да, многие подходят на улицы, незнакомые люди. Мне интересно, на что вы готовы ради своей собаки? Я отношусь я к ней уже не как к собаке, а как к своему ребенку, который я очень сильно люблю. Я готова на все. Ну, что, друзья, к этим словам можно добавить? С вами была программа «Чтоб я так жила». Вот на самом деле нельзя так с поводками, Юль. Нельзя. Поводок модный, а ты грызешь. Поводок модный, а ты грызешь.